Слушайте. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Мы всегда следим за большим вниманием, с требетом в душе за событиями культурной жизни, поскольку действительно это, ну, несмотря на то, что экономика экономика, но людям невероятно испытывают какое-то желание, потребность в общении, в приобщении к каким-то культурным ценностям. И вот эти полтора года, когда были трудности работы музеев, и какое-то время вообще невозможно было организовывать ни выставки, ни посещать музеи, конечно, это очень многих огорчало и расстраивало, и создавало какой-то негативный фон. И вот мы рады тому, что сейчас ситуация исправляется, и как раз таки в августе исполняется 10 лет музею Рижской биржи, в честь юбилея открыта новая выставка. И на эту тему как раз мы хотели пообщаться с куратором выставки, с Астридой Рогулой, которая с нами на прямой связи. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Ну, сразу такое маленькое замечание. Вы говорили, что не было возможности делать выставки, как раз мы делали выставки. Вот. В музее были полны выставок новых, хороших, и мы ждали тот момент, когда мы это всё можем показать нашим зрителям. То есть как это происходит? Это был проект, который был в прогрессе целые полтора года. То есть получается, что не сидели сложа руки, не работали. Как вот эта подводная часть айсберга для нас-то не видна? Как это происходит, эта работа? Вы абсолютно правы, музей как айсберг. Вы видите только это самое-самое вверх. Наши выставки, наши научные исследования, монографии, какие-то дискуссии. А то, что мы делаем там внутри, с нашими коллекциями, с нашими выставками, с нашими контактами на будущее, это всё время дало нам какой-то очень большой такой психологический якорь. Так что музейники не страдали депрессией, мы просто работали на следующей выставке. Потому что у нас очередь уже где-то 2-3 года вперёд. Такие уже у нас проекты. Что поделать? Очередь имеется в виду выставок, которые подготовлены уже и ждут просто своего часа. Что сейчас происходит, что в ближайшее время можно увидеть в музее Рижской биржи? Ну, наконец-то мы созрели показать выставку, которую уже планировали очень долго назад. Это уже 2 года назад должна была быть. Это пример выставки. Выставка очень своеобразная. Два современных художника Италии, Омар Гальяны и Лоренцо Кулизи, которые часто выставляются вместе, их посоветовал нам наш большой друг и тоже такой, ну, как бы авторитет современного искусства Европы, Марк Гисберн, который сделал у нас тут выставку, помните, 50 лет немецкого искусства была в Арсенале, шикарная выставка. И вот мы начали работать с художниками, и как раз они, ну, как истинные итальянцы, они, ну, как бы в жилах их течет эта кровь итальянской традиции, живописи и рисунка. И этот концепт выросл от того, что мы и тоже взяли на память такой инструмент, как показать их вместе с классиками. Из этого, из галереи Уфицы у нас большой такой проект, мы взяли, ну, большой проект, но взяли маленького, как будто делать этот диалог, диалог между современным искусством и живописью Ренессанса. А каким образом вот был этот выбор? Почему Тинторетто, а не, не знаю, там, Тициан, Рафаэль? Ну, это уже такая кураторская немножко замашка, потому что Тинторетто был одним из самых любимых художников Ренессанса, якобы казаха, нашего классика модернизма. И тоже Венеция – это же образ, который лежит в основу здания Рижской биржи. И Тинторетто – это венецианский художник, истинный венецианец, который, мне кажется, везде в Венеции, особенно в там северном краю, где он жил, там каждая церковь имеет по картине, которую он написал. Ну, Тинторетто – тоже мастер, который вдохновляет художников, особенно Лоренцо Пулизи. У него есть такие референции, которые сделаны по мотивам не только Тинторетто, как мы увидим выставки, но тоже и Караваджо, и тоже Тициана. Так что там классика идет вместе с нынешним днем. То есть, в общем-то, можно провести параллели, получается, между итальянским венецианцем и Ригой, и местом проведения этой выставки. Ну, красиво так, в общем-то, зациклено. И современными художниками-итальянцами. А вообще часто происходит такой обмен между музеями, потому что я помню, ну, читаешь Стендаль, вот люди ездили раньше в Европу смотреть картины. То есть, для них это было... Считалось, нужно, чтобы быть образованным человеком, нужно увидеть шедевры мирового искусства. Сейчас как будто бы в интернет ты зашел, ты можешь прогуляться, посмотреть, но, тем не менее, вот есть ли... Является ли это поводом для того, чтобы уехать туристам, побывать на той же... в Италии посмотреть, посетить... Ну, упомянутую галерею Уфицы, или там через мост Пити, и тот самый испытатель Бром Стендаля. Ну, это ничего никто не отменил. Живую встречу с искусством, потому что, ну, как можно в интернете почувствовать эту ауру, который создал в своей картине маслом или другими материалами художник. И потому и очень важно музеям делать такие совместные проекты, где мы можем показать тут, на месте, людям, которые не имеют возможности путешествовать, те работы, которые, ну, стоит посмотреть. Вы знаете, какой ажиотаж был в свое время, когда это был музей Пушкина, да, наверное, где Монолизу, Диаконду, Да Винчи привезли, так вообще это было, в большую очередь, как у Маузолея. И, ну, людям хочется это увидеть, и вот эта выставка тоже нам дает возможность не только увидеть портрет Тинторетто, но это дает нам возможность как бы открыть двери для будущих совместных проектов и показать нашу Ригу, нашу Рижскую биржу как место, феноменально красивое место для выставок самого высокого уровня. Вы знаете, там же была выставка Прада, там был и Рафаэль, но теперь Тинторетто, и Омар Гальяне, и Лоренцо Пулизе. Но еще одно дело, надо обязательно сказать, это дорогие проекты. Привезти Тинторетто, это немалые деньги, так что большое спасибо фонду Инары и Бориса Тетеровых, которые нам дали эти деньги, потому что, ну, это мировые стандарты просто требуют такого менеджмента, который стоит деньги. Да, действительно, огромное спасибо фонду Тетеревых. Астридо, вы упомянули тот самый культурный туризм, ну, точнее, мы только что его затронули. В этом смысле, ну, понятно, есть столицы мировые, мирового искусства, это Эрмитаж, музей Прады, то же самое галерея Уфицы и так далее, там Гугенхайм и прочее, прочее, прочее. В этом смысле Рига, на каком месте находится, ну, точнее, давайте обозначим Ригу в перечне вот этих вот всемирно известных галерей. Насколько люди тянутся к нам, я имею в виду иностранцы, посмотреть какие-то шедевры, может быть, латышских классиков, то же самое вот Максов музей, посетить наш? Ну, к сожалению, если мы едем в Лондон смотреть Тернера, так к нам не едут смотреть Пурвейтис. Но после выставки «Симболизм в странах Балтии», который был и в Арсе, и в Париже, и в Таллине, и в Вильнюсе, интерес к нашей классике возрос. И те люди, которые приезжают из Европы, о-ла-ла, мы же видели эту картину в Париже. Но я думаю, что есть у нас тоже такие ценности, особенно «Национал из Макслос музей», которые тоже считаются такими высокими, как это, культурно-турическими ценностями, как, например, «Густавс Клоуцис». Да, у нас прекрасная коллекция Клоуциса, русского авангарда. Потом, ну, русские туристы едут смотреть Николая Рериха. Да, и я думаю, что есть такие... Ну, опять, должна быть какая-то концепция, как это все показать. И, например, тоже наше современное искусство стало намного популярнее. Например, этот приз Пурвитиса, специалисты приезжают из всего мира смотреть. Они уже привыкли к этому призу, что каждые два года это будет. И это тоже Рябока. Рябока, которая уже must be. Это художественные критики, кураторы со всего мира едут на Рябоку. И это тоже нам, музейщикам, очень помогает. Причем бренд Рябоки удалось создать буквально за три года. Что, пожалуйста? Бренд Рябоки удалось создать буквально за три, за четыре года. Это же относительно новый проект. Ну, знаете, они очень хорошо этот свой бренд сделали. Такие акценты, потому что это уникально, что местные художники — это базис выставки и потом уже звезды мирового искусства. И тоже это новые места, которые еще не были как бы показаны людям. Например, Андрей Сала, эта вся концепция была просто прекрасна. И тоже кураторы, которых они приглашают. То там молодые кураторы, теперь уже это классик-куратор, который приглашен. Я думаю, что вместе сотрудничая мы очень хорошо дополняем друг друга. Наша классика, классика, которая у нас в музеях из не латышского искусства, а также и современного искусства. И я думаю, что Рига совсем хороший город, куда приехать смотреть искусство. Напоминаем, что с нами на прямой связи Астре Де Рогулы, куратор выставки Музея Биржи. Скажите, а вот профессия, работа куратора — это больше менеджмент или пиар, или наука? Что вот включает в себя эта профессия? Ну, знаете, вы забыли одну, еще одну профессию, как грузчик, как бухгалтер. Да. Так что, ну, это такая продюсерская работа, где ты настаиваешь на своей какой-то концепции. Это так очень-очень коротко. Но это прекрасная, интересная работа. К сожалению, это тоже не очень-то оплачено, как, например, в музыкальной сфере, где это продюсеры и в кино, где они так нормально себя материально находят. Но зато это суперинтересно. Ты обращаешься и общаешься к классикам мирового искусства. Мы же тут в Риге работаем не только с молодыми художниками неизвестными. У нас тут был и Кристиан Болтанский, и Энтони Гормли. И большие имена, которые тебе показывают, как этот процесс происходит, творение искусства. И ты, вообще-то, куратор – это муза. Это практическая муза, которая доводит художника до выставки. А что значит выставка для художника? Когда художник попадает в музей? То есть после смерти уже становится понятно его величие? Или еще при жизни он может испытать славу? Я думаю, что при жизни каждый художник испытывает огромное волнение, когда проходит выставка. Художник как будто интроверт. Но все равно есть такой риск, такой мазохизм, садизм, выставить свои работы зрителям. Как воспримут зрители – это то, что мое. И каждый раз это большое волнение. И вот я как-то такую долгую жизнь уже в музеях прожила, и каждый раз нет ни одного художника, который не волновался перед этой встречей со своими зрителями. И я в одно время тоже смотрел, как будто режиссер за кулисами смотрит на зал, как это все проходит. Так тоже художник ходит по своей выставке и смотрит, как люди это воспринимают. Такого ни одного классика какого-то. Я не видела такого помпа. Вот я пришел, вот, перлы берите. Это ваши теперь зрители. Нет. Это большое волнение и это риск. А скажите, вот волнение испытываете ли вы, когда держите в руках произведение искусства? То, что для обычного человека руками не трогать в музее. То есть мы понимаем, что это вот ограждено стеклом или какими-то этими специальными веревочками в музее. А вот вы имеете возможность подержать их в руках, эти произведения искусства. Что вот самое было волнительное, что вы держали в руках? Что вы испытываете при этом? Самое волнительное было мне, когда мы делали выставку, первая выставка национальной библиотеки, когда была книга 1514. И тогда в белых перчатках, не в руках, ты держишь книгу. Первое печатное издание карты мания этого закона жизни Англии, который был опубликован в 1514 году. И ты даже не имеешь возможности открыть эту книгу. Это запрещено кураторами и реставраторами. И ты держишь эту единственную книгу в руках. Ну и было тоже с произведениями искусства такое, что как будто, ну это не какая-то огромная, может быть, ценность или что такое, но все равно. ты, особенно, когда берешь эти произведения искусства из коллекции, из хранилища, и тут вот ты прикасаешься к тому, что тебе должно, надо показать другим. А ты как бы этот медий, в середине, и ты берешь это из хранилища, хранилища несешь, открываешь. И первое, как будто это все видишь, но это не так. Но все равно это чудо такое, что открываешь, и потом ставишь на выставку для других. Кстати, совершенно невообразимая архитектура и красоты здания, хранилища построено в Пардауге. Я совершенно неожиданно и относительно недавно для себя его открыл. Оно само по себе красивое, уже не говоря о том, что там внутри хранится, какие сокровища. Внешне это что-то с чем-то. И в полнейший восторг. Я там как раз и работаю, там мое бюро. Но ведь получается, что очень много скрыто все-таки от глаз, и то, что выставлено в музее. Музей не может выставить абсолютно все свои сокровища. А как кто решает, что будет выставлено, что останется пока вот в хранилище до лучших времен? Это не для лучших времен. Это наш золотой запас культуры. И все музеи в мире, мне кажется, одно время только «Депонт» в Бельгии, в Нидерландах, был музей без коллекции. И это, ну, закономерность, что ты не можешь выставить все, но будет время, будет концепция, будет случай, и ты можешь не только выставить эти работы, ты можешь их показывать кураторам, как, например, это прекрасно, теперь можно сделать пулка в нашем новом хранилище. У нас приходят кураторы смотреть, выбирать. И, ну да, это автор, это концепция, это какие-то тоже депонирования, другие музеи. так что все время есть этот оборот искусства. Мы только это все не замечаем, потому что мы тоже даем другим музеям, другим каким-то культурным организациям. и еще надо заметить, что большое слово имеет реставратор. Реставратор может сказать, ну, извините, пожалуйста, извините, это, это, эту работу мы не можем дать вам. Ну, например, тоже у нас было с Уфицией, мы хотели другую работу, но тоже но, к сожалению, реставраторы сказали, что эта работа никак не может быть выставлена в Риге, потому что эта транспортировка, это очень рискованно для этой работы. Прозвучал очень вовремя сигнал к тому, что нам пора заканчивать. Так совпало, но действительно наше эфирное время вышло, к сожалению. Мы беседовали с Астри де Рогуле, куратором выставки, юбилейной выставки, потому что музею Рижской биржи исполняется 10 лет и в августе будет с конца августа по 14 ноября исключительно интересная выставка, где будут проведены некие параллели между ренессансом и современным итальянским искусством, и все это перекликается непосредственно созданием самой Рижской биржи. Огромное... Видеть Тентеретто, можно быть, увидеть Тентеретто и не только Тентеретто. Огромное спасибо экспорту Рогуле новых интересных вам проектов, о которых мы, кстати, с удовольствием расскажем и напишем на портале Mix News.LV. Сейчас же у нас небольшая пауза, после которой мы вернемся с нашим очередным гостем, а это будет пивной сомелье Андрис Рассенш, единственный в Латвии. Поговорим с ним о тенденциях в пивоварении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова